Литва, Латвия и Эстония В настоящее время мы с вами знаем, что ситуация обострилась до того, что прибалтийские государства в разное время и ограничивали передвижение российских грузов на территорию Калининградской области под предлогом того, что переводятся грузы, которые ограничила к перевозке Европейский Союз. Это в частности делала Литва. Сейчас возникла ситуация о запрете въезда граждан России на территории, например, Эстонии, отказ от выдачи виз граждан России в Эстонии, в Латвии. Дистанция между Россией и странами Прибалтики начала возрастать после их вступления в Европейский Союз. Сейчас в Эстонии, Латвии и Литве в активном темпе демонтажу подвергаются советские памятники. Эксперты связывают эти события с русофобией. По их мнению, один из тезисов, разжигающих ненависть, берет начало в прошлом. В Латвии и Литве период пребывания в составе Советского Союза официально считается оккупацией. Собственно говоря, Российская империя и Советский Союз делали все для того, чтобы заинтересовать нахождение территорий в составе государства. В первую очередь это касалось и достаточно выгодных для прибалтийских государств поставок газа, нефти. Ну а в ответ мы получали достаточно хамское в ряде случаев отношений. С русским языком были проблемы и территориальные претензии в отношении России в разное время предъявлялись. Но в последние годы ситуация, конечно, очень обострилась. Мы видим примеры просто открытой русофобии. Эксперты отмечают, что отношение с Прибалтикой в политической практике России уже на протяжении длительного периода является одними из самых сложных. Каждое государство выбирает свой путь развития. Однако хочется верить, что курс, выбранный странами Балтии, не станет причиной усиления дискриминации в отношении россиян и русскоговорящего населения. Маргарита Михайлова, Карина Саяхова, Универньюс.